здравствуйте с вами анастасия на канале еда на любой вкус блины и блинчики оладьи это то что часто мы готовим к завтраку либо на масленицу или просто порадовать своих родных табай вы слышали такое название нет тогда сегодня мне есть у вас удивить приготовим удмуртские лепешки которые напоминают блинчики и оладьи одновременно ведь недаром я в начале видео об этом упомянула эти блинчики готовятся из кислого дрожжевого теста получается нежные воздушные и пористые сейчас вы все сами увидите давайте приготовим для теста понадобятся самые простые ингредиенты теплая вода пока что подготовим 1 литр подогреваем ее до температуры 38-40 градусов пару ложек сахара немного соли растительное масло для теста а также дрожжи они могут быть сухие или живые распишу в описании подробно ну и мука здесь 500 граммов вся она уйдет у нас в тесто какое тесто должно быть обязательно покажу и еще не забудем про кусочек сливочного масла которым будем смазывать готовые блины пока берем 400 миллилитров теплой воды в которую добавляем 2 столовые ложки сахара у меня выходит 40 граммов для более сладких блинов количество сахара можно увеличить высыпаем 10 граммов сухих дрожжей и добавляем несколько ложек муки из общего количества напомню муки 500 грамм размешиваем чтобы крупинки дрожжей разошлись если в качестве свежести дрожжей вы не уверены чтобы не испортить остальные продукты оставляем на этом этапе так называемую опару на 10-15 минут должна появиться шапочка если этого не произойдет смените дрожжи я этот момент упускают добавляю еще муку вместе с ней соль таким образом соль не будет тормозить сразу рост дрожжей выливаем растительное масло 2 столовые ложки я беру размешиваем разбивая все комочки далее высыпаем остатки муки начинаем замешивать тесто подливая еще теплую воду мука обладает разной плотностью и влажностью поэтому количество воды может отличаться я подготовила 1 литр воды но у меня для теста ушло 800 миллилитров 200 осталось тесто должно быть слегка гуще чем на тонкие блины но намного жиже чем на оладьи посмотрите как оно должно стекать с половником напоминает консистенцию жидких сливок теперь есть два варианта убрать тесто в холодильник или оставить при комнатной температуре тесто мы замесили теперь ему необходимо время для того чтобы вызреть минимум 2-3 часа а еще лучше если простое тесто 5-6 часов тогда появится характерная кислинка если у вас нет времени то вы можете тесто замесить с вечера и убрать в холодильник а утром у вас уже будут готовые вкусные и воздушные блинчики периодически тесто будет необходимо перемешивать если оно не в холодильнике чтобы выгонять скопившийся газ прошло у меня в общей сложности 5 часов я перемешивала несколько раз по запаху чувствуется кислинка это как раз то что нам нужно сейчас снова хорошо размешиваем не боимся пузырьков будет достаточно чтобы получить пористые блины клейковина муки набухла посмотрите какое у нас становится тесто заметно гуще чем было изначально таким образом тесто будет разливаться но при этом останавливаться то есть не заполнить всю сковороду сковороду необходимо хорошо разогреть лучше использовать с толстым дном или чугунную перед первым и последующими блинами принято смазывать сковороду растительным маслом это сделаю только перед первым чтобы вам показать так как готовые табани буду позже смазывать сразу сливочным маслом тесто растекается но при этом получается не слишком тонкая сам блинчик пышный и заметьте какой пористый одного половника вполне хватает чтобы получить табань в диаметре 10-12 сантиметров и bumps и обычно помогать его закрепить в нем затягивайте в кейс и еж, еж и кейс и еж яичные шарел, хорег, гуц, гуц и сези, гуц и кавказ, гуц и кейс и ба, гуц и кейс и кages Субтитры сделал DimaTorzok Пекутся табани быстро, буквально меньше 2 минут уходит на 1 блин. Из данного количества теста на 800 мл воды и 500 г муки получается 18 штук. Горячие табани получаются нежные, пористые, воздушные. Смазывая кусочком сливочного масла, мы их пропитываем, придавая вкус. И вот у нас уже все готово. Получились пышные, воздушные, пористые табани. Конечно, безусловно, классические табани раньше готовились в печи, но в условиях городских мы себе этого не можем позволить. Максимально близко приближен рецепт к классическому. Надеюсь, вы оцените. Но давайте уже скорее пробовать, что у нас получилось. На самом деле табани едят с пылу и с жару. Когда они остынут, будут уже не такие вкусные. Но сейчас они настолько нежные. Прям тают во рту. Советую вам приготовить. Еще больше различных блинов, оладий на масленицу к завтраку вы найдете на нашем канале. Подборка прямо перед вами на экране. Готовьте с удовольствием!